Активный отдых, развлечения и занятия спортом ждут нижегородцев во время зимних каникул в городских парках. Здесь уже все готово к праздникам. Горки построены, елки наряжены, а катки залиты. Каток работал и будет работать все каникулярные дни. Катушку мы залили уже две недели назад, и 28 ноября мы уже пробный кусок сделали, и сегодня катушка у нас работает. В новогодние каникулы покататься на коньках можно будет не только в городских парках, но и рядом с домом, на ледовой площадке, при условии, что погода будет соответствующей. То же самое касается лыжного отдыха. Базы готовы принять нижегородцев, а вот сама зима пока не хочет радовать лыжников пушистым снежком и морозом. Лыжные базы, и Дубравна, и Стридина, и Щелка, все, естественно, делают для того, чтобы в зимнее время, особенно в каникулы, жители могли воспользоваться лыжами. А в зоопарк Лимпопо можно будет прийти независимо от погоды. Тем более, что под Новый год здесь откроются новые вольеры с редкими животными семейства кошачьих. А в дальнейшем появится еще один необычный зверь – самый настоящий гигантский муравьед. Это будет первое животное, которое завезено в Россию. Бразилия очень строго их охраняет. Я буквально три недели назад ездил в Бразилию, вел переговоры с ними. Ну, пришли к такому положительному согласию. Еще один сюрприз будет ждать нижегородцев рядом с главной новогодней елкой. На площади Минина поставит новый аттракцион. Его название пока держится в секрете. Известно лишь, что эта карусель впервые приедет в Нижний Новгород.